Если бы для спортсменов придумали отдельный рай, то это место смело может претендовать на такое звание. Попадая в новый тренировочный комплекс, даже у человека, не связанного со спортом, может дрогнуть мускул. В этих стенах на занятиях физической культурой мотивирует все. От новейших тренажеров до самого названия «Чемпион». Вместе с серебряным призером Олимпийских игр, батутистом Дмитрием Ушаковым, красную ленту новых спортивных побед на открытии чемпиона перерезал губернатор края Александр Ткачев. В прошлом, кстати, сам активно занимавшийся волейболом. 11 тренировочных залов, которые здесь построены, будут создавать условия, возможности для серьезных спортивных достижений и, естественно, побед. Мы вкладываем порядка 10 миллиардов рублей в спорт, развитие спорта. Я уверен, что это оправдано, потому что уже практически каждый второй школьник занимается сегодня спортом. 900 юношей и девушек выступает за сборную России в разных видах спорта. Все, что требуется от нам взрослых, мы сделали. И на этом, как я уже говорил, не остановимся. В этом городе спорта мы еще будем создавать подобные красивые, очень важные объекты спортивные. И не только здесь. И, конечно, по всему краю. Конечно, в каждом муниципальном образовании. Это не только предмет нашей гордости, но это наша политическая задача. Кубань – спортивный регион. Кубань – олимпийский регион. С хорошими традициями, историей. И мы должны выступать и занимать ниши в спорте во всех видах спорта. Комплекс тренировочных залов расположился в Краснодаре на территории города спорта в районе Энка, рядом с баскетхоллом и ледовой ареной. В новое здание переедут краевые спортивные школы. Одновременно здесь могут заниматься до тысячи человек. На трех этажах – девять видов спорта. Здесь не только популярны на Кубани секции бокса, борьбы, прыжков на батуте, тяжелой атлетики, но и виды, которые пока не могут похвастать армии поклонников. Например, фехтование и пулевая стрельба – одни из самых технологичных видов спорта. Особое внимание здесь уделили спортсменам с ограниченными возможностями. Александру Ткачеву показали отдельный зал, который проектировали с учетом всех нюансов, которые могут возникнуть во время тренировок. Здесь все соблюдено в плане условий для людей с ограниченными возможностями. Везде абсолютно есть пандусы. Ребята видят, что сейчас для спортсменов, для спорта делают все абсолютно и краевые власти, и вообще Россия президент. То есть все делается для того, чтобы спортсмен, независимо от его уровня, он мог идти к своей цели, к Олимпиаде, к Паралимпиаде. В новом зале спортсмены смогут готовиться сразу по нескольким паралимпийским дисциплинам. Оборудование в новый комплекс закупалось у ведущих спортивных фирм. Любой атлет знает, что качественные условия тренировок не только приближают к победам, но и снижают риск получения травм. Александру Ткачеву в зале спортивной гимнастики демонстрируют снаряды. Все от компании, которая готовит площадки к выступлениям на Олимпиаде. Новый зал для спортивной гимнастики в Краснодаре – самый крупный в России, без сомнения, говорят тренеры. Наконец мы будем здесь сборы проводить. Все в Ростов ездили или еще куда-то не было. А сейчас все здесь. Юным спортсменам такая база сейчас позволит заложить фундамент на будущее и завоевать место в сборной команде страны, уверен Александр Ткачев в разговоре с начинающими гимнастами. Здесь за честь работать, заниматься спортом. Мы в таком возрасте даже не мечтали об этом, правильно? Конечно. Я думаю, что, наверное, даже не в каждой регионе, в области, крае, республике, в нашей стране есть нечто подобное. Это уж точно. И то, что мы немножко вперед ушли, значит, это дает возможность нам по-настоящему заниматься спортом, профессионально. Еще один из самых просторных залов в комплексе тоже отдан гимнастике, только художественной. Несмотря на то, что кубанской команде не так много лет, она уже входит в десятку лучших в России со своими суперзвездочками в составе. У нас девочка наша, Краевая Ирочка Аненкова, выиграла этап Кубка мира. Это был выход на детские Олимпийские игры. Она стала первой, причем с очень большим отрывом от своей соперницы на два балла. Мы надеемся, что за это время в подготовке ничего не случится, и она будет у нас первой участницей в истории Кубани. А вот школа Краснодарского батута традиционно одна из сильнейших в России. Достаточно вспомнить первых олимпийских чемпионов в этом виде спорта – краснодарцев Александра Москаленко и Ирину Караваеву. В новом зале, уверены тренеры, появится еще не один чемпион. В зале тяжелой атлетики главу региона встречают именитые спортсмены – призеры Олимпиады, чемпионы Европы и России. Эта площадка, как и другие, оборудована системой климат-контроля. Вроде бы незначительная вещь для тренировок, но очень влияющая на высокие результаты. При таких нагрузках важен каждый градус. «Ну так, нормально, ребят? Все очень здорово. Кондиционирование хорошее, да? Все, свежий воздух достаточно. Все хорошо. Кондиционеры немножко убавили, было холодно». Особенность этого тренировочного зала – возможность трансформироваться в площадку для соревнований с местами для зрителей. «У нас есть телескопические такие трибуны разборные. И на уровне, допустим, масштаб Краснодарского края мы можем даже здесь проходить. Потому что соревнования, вот один помост, все на все. Мы ставим вот так вот и 300-500 посадочных мест и проводим соревнования». Заниматься в таких условиях будут не только профессиональные спортсмены, но и те, чьи победы еще впереди. «Очень шикарно, очень все красиво, светло. Мне кажется, уютно и очень удобно. До этого мы занимались на стадионе, но там не такие условия». «Условия для детей созданы идеальные. То есть, насколько я слышал, в этом спортивном комплексе могут заниматься члены сборных команд России. То есть, он самого высшего класса, который может быть». «Нам очень понравилось. И даже нашему малышу понравилось. Он смотрел зачарованно на всех, как выступали, и хлопал. Вот так, да, Миша? Тебе понравилось?» «Да». Но достичь серьезных результатов в спорте, высоких достижений на одном характере и регулярных тренировках сейчас уже нельзя. В новом комплексе создали собственный медиковосстановительный блок. С научным подходом здесь не только лечат, но и в буквальном смысле рассчитывают возможности спортсменов для победы. «Мы анализируем спортивную технику у спортсменов разных видов спорта. В частности, вот здесь стоит скамья, аппаратно-программный комплекс для пауэрлифтинга для инвалидов». В будущем в городе спорта, где открылся комплекс чемпиона, появится 15 теннисных кортов и бассейн. В таких условиях, говорят сами спортсмены, для победы остается только желание самого атлета. «Пацаны, слышите? Победы нужны. Давайте занимайтесь, чтобы был результат, чтобы нашу Кубань прославляли». Александр Иванченко, Яна Москаленко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.